Icon of the Seas В настоящий момент это убежище от скуки, позволяющее развлечься всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Но когда наступит конец света, лайнер спокойно может превратиться в огромный плавающий автономный город. В распоряжении выживающих людей будет платформа, имеющая длину 365 метров, ширину 49 метров, плюс 20 палуб. Гигантский лайнер сможет уместить в общей сложности около 10 тысяч человек. При обычном функционировании корабля сюда входит 2350 человек экипажа и до 7600 пассажиров. Однако в условиях апокалипсиса судно может быть переоборудовано, чтобы вместить намного больше людей. Еще судно можно будет переоборудовать, таким образом, чтобы у выживающих на нем людей появились независимые источники еды. Очень кстати, здесь придется огромный стеклянный купол, который можно переделать под обычную или под рыбную ферму, которая будет обеспечивать большим количеством провизии. Для создания обычных ферм в теории может использоваться огромное количество ресторанов и других помещений с большой площадью. А что там с изначальными запасами еды на судне? Они колоссальные, поэтому на корабле можно жить долгое время и без дополнительных источников пропитания. Так как мы говорим о корабле, он естественно способен передвигаться. Из-за своих гигантских размеров, Icon of the Seas делает это не быстро, но с уверенной максимальной скоростью в 41 км в час. Так что выжившие без труда смогут сменить место в случае необходимости. А если начать готовить Icon of the Seas к апокалипсису заранее, то его можно превратить в своего рода ной в ковчег, перевозящий различных животных для восстановления фауны. Армада Высокие технологии. Вот за счет чего это судно может стать спасителем во время теоретического конца света. Для начала стоит сказать, что Армада создается как полностью роботизированное судно, которое в перспективе будет работать без какого-либо экипажа. Это значит, что транспортное средство может стать убежищем для множества людей, среди которых не обязательно присутствовать специально обученным для управления кораблем профессионалом. Спасательное судно будет управляться из любого места. Еще одна полезная особенность заключается в том, что судно работает на аммиаке. Это может быть очень полезно в условиях, когда нет никакой возможности получить традиционное для водных транспортных средств топливо. В том случае, если пассажирам дистанционно управляемого судна удалось пережить все катаклизмы, в действие может вступить еще одна его особенность — огромное количество автономного оборудования для исследования. С помощью него можно будет получать различные данные, полезные для ученых, которые в итоге будут работать над тем, чтобы человечество сумело приспособиться к изменившимся условиям. Секает Коламбия и Волрос Диверс Марин — это компания, которая дает возможность выжить во время конца света, предоставляет два судна, которые обладают своими особенностями, полезными в сложных ситуациях. Первое судно — это Секет Коламбия. Его главная особенность, способная помочь в самых сложных условиях — это асимметричность. С одной стороны, водного транспортного средства есть элемент, благодаря которому оно намного увереннее чувствует себя в неспокойной воде с довольно высокими волнами. Конечно, вряд ли Секет Коламбия выдержит волны разрушительного цунами, но даже серьезный шторм не вызовет особых проблем. Несмотря на свою интересную особенность, алюминиевое судно развивает приличную скорость 46,3 км в час, благодаря чему, не опасаясь штормов, можно довольно быстро добраться до безопасного места. Второе судно под названием Волрос может еще более интересным способом скрыться от опасности — с помощью своих колес. Да, это амфибия, которая может ездить по суше со скоростью до 5 км в час, что делает из судна универсальное средство передвижения для различных условий. Однако, сделав судно амфибией, создатели не забыли про то, что главное для него — это перемещение по воде. Максимальная скорость лодки на водной поверхности составляет 44 км в час, поэтому на корабле можно уплыть от катаклизмов достаточно быстро. ВДО «Денинград-992» Если вам требуется эвакуация или медицинская помощь, на горизонте появляется этот корабль с огромным красным крестом на корпусе. Знаете, вы будете спасены. Спасение начнется с того, что с корабля будет прислан транспорт, который быстро прибудет и подберет всех нуждающихся. Это могут быть две лодки скорой помощи, два десантных корабля, надувная лодка с жестким корпусом и даже три вертолета. На судно заберут из любого места в любых условиях. На самом судне может находиться максимум 643 человека, однако вряд ли корабль с длиной 124 метра и шириной 22 метров ограничится этим в экстренных ситуациях. Если спасенным людям нужна медицинская помощь, то они определенно попали туда, куда нужно. Дело в том, что судно – это плавающая по воде современная многофункциональная больница, в которой есть радиологический кабинет, зал для операций, изолированные помещения для зараженных людей, отделение скорой помощи, интенсивной терапии, лаборатория, а также морг. Внутри есть станция компьютерной томографии, рентгенаппарат, цифровая рентгенография, холодильник для крови, а также генератор для производства кислорода. Обеспечивая нуждающихся медицинской помощью и укрытием, корабль может автономно находиться в море в течение 30 дней или проплыть максимум 19 тысяч километров со скоростью 22 километра в час. Этого может быть достаточно для того, чтобы переждать самые опасные стихийные бедствия или добраться до безопасного места. Эйс. Это судно — отличный вариант для организации спасительного ковчега, который будет плавать в море до тех пор, пока на суше не станет безопасно. Для эвакуации во время катаклизмов нужно много места, чтобы уместить большое количество людей. И Эйс с этим справится. Представьте, что перед вами на боку лежит 50-этажное высотное здание. Поражает воображение, не так ли? Именно такая длина у этого судна. Вдобавок к этому судно имеет ширину 32 метра, а также огромную вместительность, позволяющую перевозить до 6800 автомобилей. Поэтому на нем может уместиться число людей, которое можно сравнить с населением деревни. Однако, как и всегда, есть нюанс. Корабль изначально создавался как транспортировщик для автомобилей, поэтому никаких особых условий для комфортной жизни людей, кроме экипажа, в нем не предусмотрено. Но никто не мешает организовать хоть целый палаточный город на том свободном пространстве, что приспособлено для машин. Сторм Да, вряд ли можно сказать, что это лодка, ведь Сторм скорее похож на футуристичный автомобиль, который случайно попал в воду и пытается оттуда выбраться. Однако транспорт действительно плавает, причем таким был изначальный замысел создателей. Передвижение по воде осуществляется за счет особого корпуса и гибридного силового агрегата, который позволяет развивать скорость до 30 км в час и путешествовать в течение 18-36 часов. Этого уже достаточно для того, чтобы быть транспортным средством, которое может спасти в условиях апокалипсиса. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Сторм также спокойно может перемещаться и по суше, причем со скоростью 140 км в час. Поэтому спасительный маршрут можно проложить по любой местности, не опасаясь, что транспортное средство где-то не сможет пройти. Причем Сторм может спасти не только благодаря своей вездеходности. Он также является бронированным транспортным средством, поэтому находящиеся внутри люди могут чувствовать себя максимально спокойно. А если у вас не получится испытать на себе защиту бронированного транспорта, не беда, можно создать нечто подобное своими руками. Выдержит ли это чудо инженерной мысли что-то кроме удара кулаком — это вопрос. Однако подобная конструкция с пушками точно создаст ауру опасности, которая отпугнет бандитов. Wind Challenger На подобных кораблях в будущем можно будет перемещаться, даже когда доступ к ископаемому топливу будет ограничен. Конечно же, все благодаря необычным элементам, которые вы сейчас видите на экране. Несмотря на малую схожесть со своими устаревшими аналогами, это паруса. Они точно также улавливают ветер, который за счет множества технологий приводит судно в движение. Конечно, один такой парус пока что не способен снабжать достаточным количеством энергии огромные суда, которые будут использоваться для эвакуации и автономной жизни большого числа людей в случае конца света. Однако уже сейчас парус из стекловолокна высотой 55 метров сокращает использование топлива на 5%. Представьте, что будет, если оснастить корабль не одним устройством для улавливания ветра, а множеством. Если дополнительно увеличить их эффективность, то в распоряжении будет автономный ковчег, который сможет очень долгое время путешествовать даже по полностью затопленной планете. Корвет типа Висбю Вооруженные бандиты? Стихийные бедствия? Это судно защитит в нужный момент от всего, а также даст возможность скрыться, когда это необходимо. От любых разбойников судно защищено по понятной причине. Это военный корабль, который создан для того, чтобы участвовать в боевых действиях. Для этого его корпус выполнен по технологии «Сэндвич» и состоит из сердцевины, из ПВХ с углеродным волокном и винилового ламината. Благодаря этому судно защищено от различного оружия, которым могут быть оснащены корабли пиратов. Разумеется, пиратам можно будет дать и отпор, для чего у судна в распоряжении есть пушка, комплекс гранатометов, глубинных бомб и торпед, а также многое другое. От стихийных бедствий на корабле лучше просто скрываться, что можно сделать вполне уверенно, так как максимальная скорость судна составляет 65 км в час. Причем плавать, скрываясь от катаклизмов, можно довольно долго. На скорости 28 км в час судно способно проплыть до 4600 км без дозаправки. Тиарекс НБ-102 Это судно предназначено для речных грузоперевозок, но за счет своих особенностей оно отлично подойдет на роль автономного и безопасного места для жизни вдали от разрушительных событий, происходящих на суше. Когда мы говорим про автономность судна, конечно, первым делом имеем в виду его способность независимо вырабатывать энергию. Для этого на крыше корабля расположены 35 солнечных панелей, каждая из которых имеет мощность 360 ватт. Изначально они предназначены для питания электрических моторов, но диапазон их применения явно можно расширить в случае, когда необходимо выжить. Например, отплыв в безопасное место и выключив моторы, можно направить энергию на зарядку аккумуляторов, которые затем могут использоваться для питания всех нужных для выживания приборов. Дополнительную автономность может придать множество приспособлений и провизий, которые поместятся на борт. Судно имеет длину 27,5 метров, ширину 7,5 метров, а также грузоподъемность 125 тонн, поэтому уместить можно буквально все, что нужно. Причем осуществлять погрузку будет еще и удобно, так как судно оснащено двумя гидравлическими пандусами по бокам. Вдобавок к автономности судно спокойно и относительно быстро переместит весь груз и пассажиров в место, где можно переждать опасные события. Все из-за того, что оно обладает неплохой скоростью и отличной маневренностью. Виктор Компания Subsea Craft в настоящий момент активно разрабатывает водное транспортное средство, которое позволит не только быстро умчаться от опасности, но и спрятаться под водой, если угроза подошла слишком близко. Побег от катастрофы осуществляется за счет дизельного двигателя мощностью 725 л.с., который позволяет удивительной черной торпеде длиной 11,95 метров и шириной 2,3 метра, мчаться с максимальной скоростью 74 км в час. Причем на этой скорости можно лететь по воде, не опасаясь волн, так как корпус сделан из углеродного волокна. В том случае, если нужно срочно пропасть из виду, Виктор останавливается и начинает быстро опускаться под воду в течение двух минут. Однако плавсредство создавалось для быстрых военных миссий с участием водолазов, поэтому все восемь людей на борту одеваются в водолазные костюмы и дышат за счет бортовой кислородной системы. Опуститься можно максимум на 30 метров, а затем, не опасаясь того, что происходит на поверхности, передвигаться со скоростью до 15 км в час на расстояние до 46 км. Swamp Shark На этой лодке от компании Metal Shark можно добраться в безопасное место любым путем, даже по болотам. Самое главное, что позволяет лодкам Swamp Shark быть такими вездеходными — это их двигатель. Он располагается выше, чем обычные моторы, из-за чего спокойно справляется с любой водой. Будь то болото или обычный водоем с препятствиями в виде мусора, бревен или веток. Причем любая преграда преодолевается быстро, так как мотор имеет мощность до 550 лошадиных сил и ускоряет лодку достаточно быстро. Дополнительной вездеходности придает специальная система Rebound, которой означаются все лодки Swamp Shark. Она состоит из дополнительных механизмов внутри и снаружи судна, которые позволяют приводу автоматически адаптироваться к условиям. Например, когда лодка встречается с твердым подводным предметом, то привод, можно сказать, отталкивает лодку от препятствия, спасая грибной винт от повреждений. И, конечно, не стоит забывать про корпус. Он выполнен из сварного алюминия, который выдержит неожиданное ДТП с бревном, деревом или другим препятствием. CB-90 Если мир во время апокалипсиса наполнится большим количеством вооруженных преступников, нужно обязательно запрыгнуть в эту лодку. Попасть на ее борт для обычного человека — сложная задача, потому что CB-90 — это военная лодка. Но если все же это случилось, то сразу же понимаешь, что получил убежище, которое позволит быть в безопасности при любом нападении. Для этого CB-90 имеет алюминиевый корпус и пуленепробиваемые стекла кокпита, что позволяет выдерживать попадание снаряда вплоть до самого крупнокалиберного или ракетного. Если необходимо, внутри лодки также можно укрыться не только от оружия, но и от стихийных бедствий. Заменив определенные внутренние элементы, можно и вовсе превратить ее в мобильный дом, спасающий от всех угроз жизни. Однако сила лодки во времена разгула бандитизма заключается не только в высокой защищенности. Дополнительно имеется оружейная платформа, на которую может быть установлена небольшая ракетная система или дистанционная оружейная станция. Также на катер можно поставить и другое вооружение в зависимости от необходимости. MotorLife Boats Живучие лодки — это слова, которыми можно кратко описать водные транспортные средства, смело встречающие волны прямо у вас на экране. Не идеально ли для противостояния тому, что может подкинуть разгневавшаяся природа? Бесстрашное противостояние волнам — это заслуга инженеров, которые кропотливо работали над тем, чтобы сделать судно идеальным серфингистом. Они сделали конструкцию из морского алюминия с низким центром тяжести, высоким центром плавучести и полной водонепроницаемостью, которая справляется с волнением моря, ветрами до 110 км в час и ударами высокой мощности. Даже если судно каким-то образом перевернулось, не нужно беспокоиться. Максимум 10 секунд, и оно самостоятельно переворачивается в позицию. Причем в таком случае оборудование судна остается полностью исправным. Также не промокнуты люди, которые успели забраться в специальный водонепроницаемый отсек. Однако, несмотря на всю свою устойчивость, ограничения есть. Желательно встречать волны высотой до 6 метров. В этом случае лодка хоть и выживет, но у нее могут быть проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова